Что ж, пришло время слушать Слово Божье сейчас, наберитесь, друзья, терпения, потому что это самое важное, Слово Божье, оно меняет нас. Кто-нибудь согласен с этим? Я с этим согласен, вот прям вообще очень. Давайте помолимся. Дорогой Господь, во имя Иисуса Христа, благослови сегодня Слово, Господь, благослови сегодня каждого из нас. Пусть Слово Твое, Господь, прикасается к нам, к нашим сердцам. Господь, Дух Твой Святой сегодня здесь есть. Мы приветствовали Тебя на этом месте. Мы просим Тебя сегодня, прикоснись к сердцу каждого из нас. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Сегодня хочу проповедовать на тему, Его присутствие меняет все. Божье присутствие, Его присутствие меняет все. Я напомню, что в этом году мы говорим о Божьем присутствии, друзья, как инструмент, который Бог дает для человека, как ответ на невозможные обстоятельства. Вы знаете, я не могу себе представить, невозможно себе представить, что испытывают люди. Я даже, ну, мне сложно это понять. Что испытывают люди сегодня, которых война вынуждена, например, переместила внутри страны. Вы можете себе представить, когда ты, тут переживаемый в Киеве, ой, каким будет завтра, будет завтра электричество или нет. Тут уже все, не о чем переживать. Все, что, говорится, нажито было непосильным трудом, приходится оставить. И это очень сложно. Я не могу себе представить, мне сложно представить, что переживают люди, которые потеряли близких или родных. Я не могу представить, мы общались с военными, они говорят, после некоторых атак, иногда бывает кто-то там двухсотый, кто-то трехсотый, но самое ужасное, это те, которые пропали без вести. Вы знаете, что это такое? Это люди, которые все понимают подсознательно, что, скорее всего, он погиб, но мы не знаем до конца. И приходит такой момент, когда вот я разговаривал с некоторыми, они говорят, приходит момент у родных, когда им хочется больше верить в то, что этот человек погиб, чем то, что он жил. Не потому, что они так, ну, не хотят, а потому, что хоть какая-то определенность появляется, вы понимаете? Это очень сложно понимать. Но, может ли Бог дать ответ на это? Что Бог дает? Мы с вами в этом году, мы говорим о Божьем присутствии. Божье присутствие, это есть его ответ на самые сложные обстоятельства жизни, когда твой мозг отказывается понимать, и он не может что-то понять или вообще принять. Что такое Божье присутствие? Божье присутствие, это когда приходит Бог, и законы жизни, законы бытия, они начинают работать по-другому. Они работают совершенно по-другому. Мы видим это в истории, мы видели это в истории, помните, Иисус и Лазарь. Когда Лазарь умер, он лежит в гробу уже, и все, и приходит Иисус, присутствие Божье, оно воскрешает его. Мы видим это, когда Бог исцелял, мы видим, когда Бог прикасался к своей любовью. Мы сегодня с вами это переживаем. Мы сегодня можем переживать это во время молитвы, в тайной комнате, во время хвалы, во время поклонения. Мы переживаем Божье присутствие. И Бог в этот момент, друзья, все начинает работать по-другому. Тот, кто заслуживал в нашей голове, в нашем сознании, заслуживал, ну, может, не смерти, но точно ненависти, вдруг после молитвы становится тебе самым близким человеком. Кто переживал это? Вдруг ты понимаешь о том, что ты любишь его, и тебе хочется что-то сделать по-настоящему другое. Почему? Это действие Божьего присутствия. И сегодня я хочу говорить именно о том, что Божье присутствие меняет все. Но я перед этим хочу сказать одну такую очень важную преамбулу. Сегодня, когда готовился с утра, молился о проповеди этой. Друзья, очень важно, чтобы, говоря в этом году о Божьем присутствии, мы с вами не, знаете, не перешли в такую стадию, когда мы о нем говорим. Очень важно, чтобы мы с вами его переживали. Переживать его. То есть не просто поговорили, стало легче и разошлись. Нет. Чтобы мы с вами переживали, чтобы мы с вами погружались в него, чтобы Божье присутствие проникало в наши жизни. Проникало в сердце каждого из нас. Это очень важно. Потому что, еще раз, наше сердце создано было Богом для Бога. И ничего, кроме Бога, не может заполнить это сердце. Мы пытаемся иногда заполнять наши сердца семьей. Пытаемся заполнять сердца мужем, женой, детьми, родными, близкими, страной какой-то смены обстановки. И ничего, друзья, этого не приносит счастья. Знаете, у нас есть, вы знаете, что есть некоторые люди, которые в силу определенных обстоятельств, из церкви люди, я имею в виду, которые уехали за рубеж и находятся за рубежом. Я стараюсь с ними поддерживать контакт. Мы общаемся, молимся иногда, созваниваемся. И так, знаете, не называя имен, я говорю, ну как? Они говорят, я хочу домой. Ну, послушайте, кто-то скажет, ну если хотят, пусть приедут. Ну, не судите. Ну, мы не знаем всего. Возможно, человек, возможно, ему некуда здесь вернуться. Возможно, он там живет уже. Какая разница? Но что я обнаружил, я почему это говорю? Что даже смена страны, она ничего не меняет. Вы понимаете? Мы все равно рано или поздно начинаем нуждаться. Поэтому, друзья, никогда не привыкните к Божьему присутствию, потому что только Божье присутствие все меняет. Я хочу сегодня прочитать вам из книги «Исход». Кто не знает, это история, книга вообще вся о том, как Бог избавил израильский народ из Египта, в котором они находились в рабстве 400 лет. Книга «Исход», 19 глава, с 10 по 13 стихи. «И сказал Господь Моисею, пойди к народу, объяви и освети его сегодня и завтра. Пусть вымоют одежды свои, чтобы быть готовыми к третьему дню. Ибо в третий день сойдет Господь пред глазами всего народа на гору Синай и проведи для народа черту со всех сторон. И скажи, берегитесь восходить на гору и прикасаться к подошве ее. Всякий, кто прикоснется к горе, предан будет смерти. «Рука, да не прикоснется к нему, а пусть побьют его камнями или застрелят стрелой, скот ли или человек, да не останется в живых. Во время протяжного трубного звука, когда облако отойдет от горы, могут они взойти на гору». Знаете, друзья, это история, кто не знает, когда израильский народ, находившийся в египетском рабстве, 400 лет, находились в египетском рабстве 400 лет. И вот израильский народ, Бог выводит их, Он проводит их через Черное море, через 10 казней. И вот это буквально, чтобы вы понимали, ну неделя, может две недели только прошло, пару недель проходит, как Он их вывел, и Он говорит им об этом действии, вам необходимо это сделать. Почему, мы сейчас с вами тоже обсудим, но перед этим хочу обратить ваше внимание, друзья. Бог собирает народ, и Он говорит, вы должны три дня готовиться к этому событию. Три дня нужно подготовиться, три дня должно пройти, чтобы каждый из вас, прежде чем каждый из вас, вы войдете, вы прикоснетесь, вы переживете это событие. Как вы думаете, вопрос к вам, как вы думаете, это значимое событие или нет? То есть, его значение, оно достаточно серьезное или нет? Друзья, у меня просьба, пожалуйста, какие-то технические вопросы, когда происходят, у меня есть просьба. Пожалуйста, не отвлекайтесь, не обращайте внимания, Саш, у меня просьба, можно их решать там, за пределами, доброе? Потому что все переживают, знаете, я отсюда вижу просто это немного. Окей, итак, мы видим, друзья, о том, что происходит здесь, и Бог собирается прикоснуться. Он хочет прикоснуться к своему народу, и Он говорит, я приду, облако моего присутствия, оно сойдет на то место, оно будет на том месте, и там произойдет что-то очень значимое. Что это? Для чего Бог это делает? Вот именно это сегодня нам необходимо с вами для себя узнать, обнаружить и уяснить. Что происходит, друзья? Происходит очень простая вещь. Вы знаете, что можно вывести народ из Египта, но вывести Египет из народа бывает очень сложно. Кто успел это заметить? Вы знаете, есть такой один хороший очень фильм, интересный фильм, я рекомендую вам, может быть, посмотрите. Он такой жизненный, он очень много жизненной ценностей открывает. Тот осмотрел, может нет, побег из Шоушенка. Кто видел этот фильм? Это обладатель Оскара. И вы помните, там был один такой пожилой герой, который всю жизнь просидел в тюрьме. И когда его выпустили, наконец-то вот он на свободе, вот он все, его освободили. Свободили, пожалуйста, живи. Квартиру ему дали, работу ему дали, все. И знаете, что он делает? Он написал, там, здесь был тот, ты взял и повесился. Потому что ты можешь выпустить человека из тюрьмы, но ты не можешь выпустить тюрьму из его сердца. Это невозможно вывести, вы понимаете? Что произошло вот в этот день? Почему эти три дня настолько были важны, это событие? Потому что именно там Бог собирался вывести Египет. Он вывел их из Египта, но еще нужно было вывести Египет из их сердец. И Бог, всякий раз, когда он говорит о святи, мы должны знать, что освящение, или не забывайте освящение, это процесс, когда Бог отделяет человека от чего-то старого для чего-то нового. Ты не можешь, то есть ты не можешь, знаете, вот так вот называется, простите за жаргон, ну, пардон, за французский, невозможно на расслабоне зайти в нечто новое. Вы знаете, кто из вас когда-нибудь думал, я сейчас немножечко похудею, и потом вот у меня начнется новая жизнь? У меня вопрос к вам, а немножечко похудею, это вот так? Или вот так? Или вот так? Слушайте, там танцевать придется полгода. Минимум. Поэтому, когда мы видим, друзья, о том, что Бог собирается что-то делать, я хочу, чтобы вы понимали, ему необходимо было, чтобы сформировать новый народ, он говорит, я не смогу, то есть буквально, Бог не может ничего сделать с этим народом, пока он, выведший сначала их из Египта, не выведет Египет из их сердец. Вы знаете, по аналогии скажу вам одну простую вещь. Когда Бог в своем присутствии приходит, у Него есть одна только лишь проблема, которая по-настоящему печалит, я уверен, печалит сердце Бога. Когда мы приходим в Божье присутствие и уходим от ума, оттуда, такими же, какими мы зашли туда. А знаете, почему это происходит? Потому что, когда мы приходим в присутствие Бога, если что-то не произойдет с нашей жизнью, с нашими сердцами, мы как пришли туда, туда такими же и уйдем. Абсолютно такими же. Кто-то скажет, ну как, ну как. Друзья, именно вот так. Это и происходит, к сожалению. К сожалению, многие люди, они, знаете, у меня есть такая одна пословица, я для себя ее придумал, что ли, если хотите, сформулировал однажды, общаясь с людьми. Скажу вам честно, общение с людьми заставляет тебя быть философом иногда. Ты начинаешь придумывать пословицы. И вот я себе такую пословицу придумал. Сколько бы осел не находился в конюшне, он от этого конем не становится. Кто заметил это? Вот вы возьмите коня, осла, приведите в конюшню, привяжите между двух коней, кормите его той же едой, относитесь к нему так же, как к коням, а мойте его столько же раз, сколько коней. Кто из вас понимает, что от этого осел конем не становится? Кто это понимает? Я хочу вам сказать, точно так же и мы. Когда мы приходим к Богу, друзья, если Бог, который вывел нас из прошлой жизни, освободил нас от греха, омыл кровью и так далее, и так далее, если Он не произведет самое главное в нашей жизни, если Он не изменит нашу жизнь саму, если не произойдет это изменение, я вам хочу сказать, друзья, произойдет другая проблема. Мы будем ходить, 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 а потом в какой-то момент времени скажем, так а какая разница? А разница есть, и разница огромная. Я хочу прочитать вам некоторые места из Писания, друзья, о том, насколько Бог, насколько Его присутствие, оно могущественно может быть в жизни детей Божьих. Книга Второзакония, 7 глава, 21 стих. Написаны такие слова. «Не страшись, ибо Господь Бог твой среди тебя, Бог великий и страшный». Еще раз. «Не страшись, не бойся, не ужасайся, ибо Бог, который посреди тебя». Знаете, что такое Бог, который посреди тебя? Это когда Его присутствие, оно объемлет всю твою жизнь, оно наполняет всю твою жизнь, оно переполняет, если хотите, всю твою жизнь. Если это и происходит, Он говорит, ничего не бойся, ты можешь ничего не бояться. Кто-то скажет, ну как, ну каким образом? Я вам скажу, условие одно. Но если Бог, слушайте, если Бог посреди тебя, то есть если ты живешь в Его присутствии, если ты находишься в Его присутствии, если Его присутствие есть в твоей жизни, а если Его присутствия нет в твоей жизни, ты можешь сколь угодно, ну я не знаю, там, молиться, говорить, все, что хочешь. ничего не будет происходить ничего не происходит я не против просто весь зал вы бы видели весь зал на эту хоп куда пошла аня она туда пошла потом сюда пошла и все за ней просто мне очень важно сейчас вы поняли чтобы мы услышали просто очень важно это да так вот о даже экран включили слава богу видите наконец-то да ничего я не против слава богу красиво так вот и дайте еще раз прочитать местописание страшись их не страшились их кто читал внимательно историю о в исходе израильского народа из египта помните насколько это были страшные войска это было посту честно скажу вам на те времена это было войско наверно пострашнее чем 2 армия мира более того если вы не знаете если кто-то читал историю то читал историю это пятидневной войне израиля за свою независимость прошлом веке знаете кто-то знать историю кто знает чем были вооружены израильский народ чем он был израиль вооружен когда они вступили в эту войну и против них 5 помоли 6 государств выступили против них они были вооружены слушайте списанными винтовками со второй мировой войны которая передала им чехия то есть по сути у них не было ни самолетов нет ни минометов ни орудий просто 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 винтовки но знаете что война продлилась пять дней потому что люди они поняли они они этот народ израиль он сформирован вокруг бога они однажды уже побеждали египетскую армию они однажды уже там были я хочу вам сказать по аналогии я верю что сегодня самая главная трансформация которая происходит с украинским народом это трансформация друзья когда мы с вами осознаем что не мы красавцы а мы осознаем насколько бог могущественный силен в нашей стране насколько по-настоящему он силен послушайте давайте знаете так но абстрагируемся скажите мне чем можно вывести коррупцию из народа вы не найдете ни одного инструмента его не существует кроме одного когда народ когда осознание когда осмысленность нации она претерпевает изменения такое что они осознают ответственность перед богом вы знаете в нашей конституции в преамбуле украинской конституции написаны прекрасные слова осознавая свою ответственность перед богом и грядущими поколениями знаете мне кажется мы пока еще не понимаем этого мы пока этого не понимаем когда человек который кладет асфальт ворует оттуда деньги он не видит ответственности перед богом и грядущими поколениями кто это понимает он не видит как это изменить друзья Единственный способ, как это можно изменить, это когда Бог приходит в сердце человека, и человек, прежде чем он что-то делает, он начинает осознавать свою ответственность, повторяю еще раз, перед Богом. Вот именно это меняет жизнь человека. Нет никакой другой силы, которая способна было бы изменить. Давайте я вам докажу. Муж и жена любят друг друга, но потом вдруг что-то меняется. И, к примеру, муж начинает пить. Он пьет, страдает семья. Он пьет, страдает жена. Он пьет, страдают дети. Страдают все, кто понимает это? Все уже страдают. И жена приходит ему и говорит, слушай, ты же любишь меня, ты же любишь детей ради меня, ради наших детей. Не пей. Как вы думаете, этими словами она его закодирует? А что так? Не работает? А что не работает? Ну, ради меня. Дети приходят к маме. Мама, ради меня, не делай этого. Не работает. Друзья, послушайте, нету силы, которая способна изменить, кроме, жизнь человека и человека, кроме Бога. Нет. И смотрите, еще раз, что он пишет. Он говорит, не страшись их, не страшись их, ибо Господь, Бог твой посреди тебя. То есть, Божье присутствие, оно меняет настолько, что человек, он перестает дрожать, он перестает пасовать, он перестает сдаваться перед обстоятельствами своей жизни. Он не убегает от них, он не сбегает в наркоманский угар, он не сбегает в алкогольное опьянение, в абстинентный синдром, он не сбегает от реальности. За компьютером, знаете, сидит в танчике играет. Зачем ты играешь в танчике? Да зачем? Он боится жизни, эту жить вы не поняли? Он боится ее жить. Он боится, и именно поэтому он придумывает себе, мы придумываем себе заменители, которых нам не страшно. Но Бог говорит здесь, не страшись, ибо Бог твой среди тебя, Бог великий и страшный. Дальше написано, 45-й псалом, 6-й стих. Бог посреди него, он не поколеблется. Смотрите, он не поколеблется. Почему? Потому что Бог посреди него. Если Бог, друзья, посреди меня, если Бог находится в моей жизни, он посреди моей жизни, я не буду бояться. Я не буду бояться. Еще одно место из Писания, книга пророка Исаии, 12-я глава, 6-й стих. «Веселись, радуйся, жительница Сиона, ибо велик посреди тебя, Святой Израилев». Смотрите, опять мы говорим о том, что Бог посреди тебя. И теперь возникает очень простой вопрос. А как? Как мне поместить его посреди меня? Ну как сделать так, чтобы он был посреди меня? Я вам, друзья, зачитаю простую мысль. Смотрите, для этого Богу необходимо вывести Египет из своего народа, изменив при этом жизнь самого народа. То есть, другими словами, Бог приходит и пребывает посреди нас, когда меняется моя жизнь. Когда изменяется сама моя жизнь, когда моя жизнь претерпевает трансформацию, полное изменение. В этот момент я могу сказать, что Бог находится посреди меня. К сожалению, многие дети Божьи, когда мы говорим о Божьем присутствии в нашей жизни, мы подразумеваем, если бы мы были честными сами с собой, мы подразумеваем, что Богу выделен уголочек метр на метр посреди обстоятельств моей жизни и вообще посреди самой моей жизни. Именно этим можно объяснить то, что когда в нашу жизнь приходят самые сложные обстоятельства, мы начинаем бояться. Вдруг улетучивается Бог в мгновение ока. Ну, давайте будем откровенными. Война, этот год войны, он показал о том, что для многих людей, к сожалению, сложные обстоятельства, они означают и влияют на их жизнь и поведение больше, чем присутствие Бога в их жизни. Ну, разве не так? Вы знаете, я люблю в церкви говорить правду. Ну, вообще, мне нравится говорить правду, люблю правду, и мне нравится, что в церкви нужно, проповедуя, знаете, не так обтекать каждого человека, знаете, сказать человеку, чтобы и он не понял, на что ты намекаешь, и ты его не огорчил. И знаете, такое, все классно, всем хорошо, но все уходит бесполезно. В церкви мы должны говорить правду, друзья. Какая бы она ни была, возможно, неприятная для сердца, неприятная для ушей, неприятная для наших, ну, переживаний внутри, но она правда, правда меняет. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 32 стих. И познаете истину. И истина, которую вы познали, что сделает? Сделает вас свободными. Друзья, истина, правда, она меняет. Я обожаю уже почившую актрису, не как актрису, а как человека с определенным складом ума, Фаина Раневская. И знаете, что она однажды посоветовала? Она говорит, если ты хочешь похудеть, слушайте, простите, ну, можете попробовать рецепт, если хотите, конечно. Ну, если у вас, как бы, хватит, если у вас хватит силы воли, попробуйте этот рецепт на себе. Она говорит, хочешь похудеть, без проблем, разделься до гола и кушай перед зеркалом. Все. Я нормально объяснил. Смысл передан. Просто, как бы, сними все, что... Ой, а это мне немножечко здесь... Ну, чтобы скрыть немножко вот это. Вот сними все, что тебя скрывает, и тупо ешь перед зеркалом. И понимай, что ты превращаешься. Я к чему это веду, друзья? Друзья, вы понимаете, что нам нужно, чтобы вот эта обнаженная правда касалась нашего сердца сегодня? Кто скажет, ну, у меня такие обстоятельства, послушайте, я вообще ни на кого... Я считаю, что человек прекрасен в любом весе. Я лично убежден. Если вам в этом комфортно весе, идеально, пусть будет. Но, если вы понимаете, что это проблема, и вы готовы с этим встретиться, вам нужно встретиться со своей правдой. Поэтому, друзья, говоря сегодня о Божьем присутствии, о том, что Его присутствие меняет все... Я хочу, чтобы мы поняли. Его присутствие меняет все, когда оно изменяет нашу жизнь. Если Божье присутствие не изменяет самой жизни, то оно ровно настолько же влияет или имеет смысл в нашей жизни, насколько имеет один глоток холодной воды в раскаленной пустыне после двух недель, ничего не... ну, когда ты не пил. Скажите, этот глоток многое изменит? Ничего не поменяет. Просто как в сухую землю уйдет, и все, и на этом все закончится. Но Бог, смотрите, Он говорит, что в Его присутствии все меняется, и я хочу, чтобы мы с вами именно это сегодня осознали, увидели. Знаете, я для себя записал такую мысль. Если, друзья, великий и всемогущий Бог не желает, чтобы Его присутствие было тщетным в жизни человека... Почему? Потому что тогда наши молитвы с ответами остаются на наших губах. Наши мечты и планы не поднимаются выше нашей собственной головы, а наши действия остаются лишь только в наших мечтах и фантазиях о себе. Вы знаете, что многие из нас в наших мечтах и фантазиях, мы мастера спорта. Мы чемпионы мира. В наших молитвах иногда, знаете, в наших молитвах мы многое сказали, но они вот тут, знаете, с губы так слетают, и тут же на губе остается. Как, знаете, плюнуть в минус 20. Как скорлупа от семечки. Ты ее выплевываешь, а она на губах остается. Она не слетает. Почему? Молитва слетает и поднимается к Богу только тогда, когда вначале она опускается в глубину твоего сердца. Когда она сначала в твоем сердце произведет то, для чего Бог его послал. Вы знаете, мне нравится, я обожаю Библию применять, ну, одевать на себя. Знаете, есть потрясающее место из Писания в книге пророка Исаии. Библия говорит нам, Слово Божье не возвращается к Богу тщетным, не исполнив то, для чего он его послал. Боже мой, сколько раз мы цитировали это местописание во время молитвы, во время молитвенных собраний. Мы цитируем, мы провозглашаем. Бог, ты сказал, твое Слово не возвращается тщетным. Аминь. Но Библия говорит очень интересно так же. Однажды сказал Господь, но два раза слышится Его Слово. Знаете, где первый раз слышится это Слово? В твоей жизни. Если Слово Божье не влияет на твою жизнь, почему ты уверен, что оно должно влиять на обстоятельства вокруг твоей жизни? Вначале Слово Божье должно на тебя повлиять. Вот почему. Смотрите. Бог, выведя израильский народ из Египта, привел их к этой горе Синай и сказал, друзья, три дня готовьтесь, я приду к вам. Если вы не в курсе, друзья, между этими событиями, вот этим, о котором говорит Бог, и между тем, что они вышли из Египта, израильский народ, послушайте, просто вдумайтесь в это сейчас. Люди, миллион людей, больше миллиона людей вышло оттуда, миллион, кто-то говорит, миллион четыреста, кто-то миллион шестьсот. Слушайте, больше миллиона людей вышли. Они четыреста лет, они кричали к Богу о том, чтобы Бог их освободил. Вдумайтесь просто в эти слова. Потому что если мы с вами сейчас этого не поймем, друзья, с нами уже это происходило один раз. Я вам сейчас приведу примеры. И не дай Бог, чтобы это произошло еще раз с нами. Они вышли из Египта меньше, чем через неделю. Знаете, что они начали говорить? В Египте было хорошо. Там были огурцы, дыня, чеснок. Там давали кушать. У меня в голове это не укладывается. Вы скажете, о, ну мы не такие. Серьезно? Давайте я вам напомню 2004 год. Просто давайте напомню. Оранжевая революция. Глоток свободы. А за кого мы проголосовали на следующих выборах? Не напомните мне? Ну вспомните, за кого мы проголосовали на следующих выборах. Четыре года прошло. Серьезно? Лучше бы кто-то, говорит, за доктора Комаровского проголосовали. Друзья, это же мы с вами решили. Это же мы выбирали. Вы понимаете, это же ненормально. И я очень переживаю, чтобы, не дай Бог, сейчас этого не произошло. Чтобы сейчас, друзья, мы настолько не устали от всего, знаете, что мы сказали, да, вот какая разница, пусть будет хоть это. У меня тогда вопрос, вы что хотите? Вы знаете, у нас была с женой одна такая печальная, ну, печальный опыт очень серьезный. У нас была одна знакомая девушка, верующая. Я честно признаю, после этой истории я сказал жене, я просто отказываюсь ее, понимая, я не понимаю ее. Знаете, у нее произошла с ней печальнейшая история. Она шла вечером, возвращалась дома, было поздно. Возвращалась домой, она шла там через, ну, на окраине Киева. И ее изнасиловали. Это печальная история. Но печальнее этого было то, что через два месяца ее снова изнасиловали. На том же месте. И я задал ей вопрос, ты зачем туда ходишь? Молиться. Я не понимаю. Знаете, после первого случая, я так переживал, я же не говорю, давай поможем как-то, давай молиться. Ну, знаете, как ты переживаешь, ты понимаешь, что это трагедия, это печаль. Но я так и не понял, зачем она пошла туда второй раз, если честно. Конечно, сейчас, знаете, мы можем там посмеяться. Кто-то, знаете, ну, там шутку такую обернуть это все. Но послушайте, друзья, это печальный эксперимент. И очень печально, когда вы скажете, ну, такого не бывает. Вот вам история. Вот вам израильский народ. Они вышли, и они начали роптать. Мы хотим снова вернуться в Египет. Мы хотим снова вернуться в это рабство. Там было хорошо. Поверьте, я это знаю. Моя первая домашняя группа, когда я начал вести, она из десяти человек, девять были из бывших. Знаете, таких садишься, и тут прям все нарисовано на руках там. Ну, все. Все нарисовано. Я тогда не понимал. Вся биография нарисована. И тут, и вот тут, и тут. Ну, у них везде там все понарисовано. И, знаете, у меня самое печальное было, однажды, я честно, я на них разозлился. Я прям с ними очень серьезно поговорил. Знаете, когда у меня было такое, знаете, это домашняя группа, помолились, слово послушали, потом чай, и мы общаемся. И во время общения все, что я слушаю, о том, как было классно там. Знаете, они с таким упоением рассказывают, как тот именно то, именно так, именно это. А я говорю, слушай, я что-то не понимаю. Говорю, вам что, там нравится? Может, туда опять надо? Нет. А зачем вы все время об этом рассказываете? Послушайте, когда Бог приходит в твою жизнь, еще раз говорю, Он хочет вывести из тебя этот Египет полностью. И для этого Он приводит тебя к горе Синай. Но, сегодня в Новом Завете, друзья, кроме этой, ну, это гора Синай, это там в Ветхом Завете было, а здесь, я хочу вам прочитать, послание евреям, 12 глава, с 18 по 22 стихи. Давайте прочтем это место из Писания вместе. Вы приступили не к горе, осязаемой и пылающей огнем. Это об этой горе, о горе Синай, о той истории. Говорит, вы не приступили к этой горе, не к тьме и мраку и буре. Можете прочитать этот исход, 19 главу, там Бог описывает, как он сошел. Там трусилось все. Там собаки, простите, они, ну, собаки, они обделывались, потому что это было страшно. Это было страшное явление. Если вы кто-то думаете, это землетрясение, посмотрите на кадры, как складывались дома в Турции. Так это землетрясение, друзья, всего лишь 7,5 баллов. 7,7 балла. Когда Бог приходит, написано, трясется вся земля. Вся земля потрясается. И он говорит, но вы сегодня, мы с вами, находясь здесь, в этом месте, мы приступили не к этой горе. Дальше, 19 стих, смотрите. Не к трубному звуку и глазу глаголов, которые слышавшие, те, которые слышали там в Исходе, слышавшие, просили, чтобы к ним не было более продолжаемого слова. Когда Бог говорит, друзья, трясется вся земля. И они настолько испугались, они говорят, хватит, не нужно нам больше этого. Дальше. Ибо они не могли стерпеть того, что заповедуемо было. Если и зверь прикоснется к горе, побит будет камнями или поражен стрелой. Еще. И столь ужасно было это видение, что и Моисей сказал, я в страхе и трепете. Послушайте, Бог пришел вот так. И 21 стих, 22 стих. Но вы приступили к горе Сиону, к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму, тьмам ангелов. Друзья, сегодня Бог здесь. И его задача сегодня не пугать. Нет. Его задача сегодня прикоснуться к каждому сердцу. Чтобы точно так же, как он сошел на гору Синай, его присутствие в нашей жизни потрясло нас раз и навсегда. Да. Потрясло нас. Потрясло нас. Вы знаете, я оцениваю, очень просто оцениваю степень взаимодействия сердца человека с Богом. Знаете, один простой вопрос меняет все. Задайте себе этот иногда вопрос. Есть ли в вашей жизни что-то, что вы бы не хотели, чтобы о вас узнали другие люди? Если в вашей жизни ответ на этот вопрос положительный, у вас проблема. Нужно позволить Богу войти и в эту сферу вашей жизни. Вы знаете сами себя, каждый, мы знаем сами себя. Вы все знаете себя. И очень важно, друзья, чтобы приступая вот к этой горе, о которой мы говорим сегодня, находясь здесь, в присутствии Божьем, вот здесь, чтобы мы с вами просто позволили Богу прийти. Вы знаете, в Библии написаны прекрасные слова. Спокойно ложусь и сплю. Кто из вас когда-то эти слова цитировал для себя? Спокойно ложусь и сплю. А знаете, почему спокойно ложусь и сплю? А потому что у меня за душой нету ничего. Тьмы нету. Нету тьмы. Нету. Я спокойно ложусь и сплю. Потому что ложась спокойно, ложится тот человек, который знает о том, что он никого не ненавидит. Он не отравлен. Вы понимаете, его жизнь внутри не отравлена. Это очень важно. Поэтому Бог, друзья, когда он приходит к человеку, Бог ожидает изменить сначала его жизнь. И затем эта измененная жизнь, она уже влияет на обстоятельства. Она меняет обстоятельства. Помните, кто-то сказал потрясающую фразу? Хочешь изменить мир, измени сам. Попробуй измениться сам. Я вам скажу честно, у вас это не получится без Бога. Это невозможно. Невозможно. Да, есть отдельные индивидуумы, отдельные личности, которым удалось сделать гораздо больше, чем другим. Они добились гораздо большего, чем другие люди. Они сумели себя в чем-то преодолеть. Вопрос. Есть ли в их жизни те стороны, те грани, которые они могли бы открыть полностью всю свою жизнь. Должить сказать, поверьте, у них тоже есть скелеты в шкафу. И вот отсутствие этих скелетов в шкафу, оно подразумевает то, что ты внутри, ты позволил Богу изменить твою жизнь. Кто-то скажет, ну когда это произойдет? Знаете, это будет происходить каждый день. Каждый день. Когда ты соприкасаешься с Богом, Бог будет открывать тебе грани. И тебе в какой-то момент времени будет казаться, ну все, вот, вот Господь, я уже. А на следующий день ты приходишь и опять ты понимаешь, что опять что-то не так. Это не страшно. Продолжай. Это твоя история с Богом. Это твоя жизнь с Богом. Она продолжается. Она пишется. Она должна быть такой. Она каждый день будет такой. В Библии написано, те, кто почитают себя достигшими, ну те, кто думают, что они чего-то достигли, и почитайте себя, как не достигшие ничего. То есть каждый день Бог ожидает, что твое сердце будет столь же трепетно, столь же трепетно, как оно было, когда ты пришел только впервые к Нему. Кто помнит момент, когда вы родились свыше? Кто помнит этот момент? Это рождение свыше, это внутреннее состояние. Сегодня мы говорим, ну, я считаю. Послушайте, вы можете мне рассказать, что вы считаете? Вы можете еще кому-то рассказать? Вы попробуйте Богу это рассказать. Знаете, что Бог сказал? Если к этой горе прикоснется кто-то, убейте его. Слава Богу, что сегодня Бог никого не убивает, правда? Но что изменилось? Мы иногда убиваем себя сами. Скажите мне, пожалуйста, какая смерть более болезненна? Внимание. Когда человеку пуля в сердце попала, или когда он умирает пол своей жизни от непрощения, зависти и ненависти? А ну-ка, какая болезнь? Скажите, какая смерть болезненнее? Серьезно? Так избавься от этого. А как? Единственный способ, как ты можешь избавиться, друзья, когда ты позволяешь Богу проникнуть в свою жизнь. Проникнуть туда. Проникнуть туда за пределы, вот за вот эти вот все наши заборы, запоры, преграды, которые мы там себе настроили, и в которых мы живем дружно и радостно с Богом. А Бог хочет проникать за эти преграды. Вы знаете, я хочу прочитать еще раз это место из Писания, книга «Исход», 19 глава, и дать вам несколько советов. Несколько советов. Но вначале скажу, друзья, если изменяется твое сердце, изменяешься ты сам, то изменяется твоя жизнь с ее обстоятельствами. Ну, это правда. Это правда. Она не меняется вот так. Сто процентов она не меняется вот так. Но она постепенно меняется. Постепенно твоя жизнь становится другой. Вы знаете, я вспоминаю, иногда на библейской школе я рассказываю это, когда мы говорим об освящении, вспоминаю эту историю. Был такой один сподвижник из первых, из первых, скажем, сподвижников церкви христианской. Был такой Климент Александрийский. Он жил в Александрии и обратился к Богу. До своего обращения он был таким, знаете, знатным женолюбом. Ну, такой известный был. И вот однажды, как-то после своего обращения, он шел по рынку, и одна из женщин, с которой он в своей жизни где-то там, видать, зажигал когда-то, она там кричит, Климент, Климент, это я. Он ее увидел, отвернулся. И пишут о нем, что он развернулся и ушел в другую сторону, пошел. Она за ним, он от нее, она быстрее, он еще быстрее. Она бежать, он от нее бежать. Она бежит уже и кричит, Климент, остановись. Это же я. А он набегуя и поворачивается, говорит, но это уже не я. Вот в чем секрет. Вы понимаете, друзья, вопрос в том, когда твоя жизнь, она изменилась, ты, слушайте, меняешь обстоятельства своей жизни. Ведь никто же не видел на том рынке этого Климента, никто не знал. Вы знаете, эта история к нам дошла лишь по одной причине. Я уверен, кто-то из, кто-то из, как тех, кто смотрел, свидетелей той истории, я убежден абсолютно, они удивились немножко. Мужчина бежит от женщины. Кто-то думал, украл сумку. Что он сделал? И тут вот они услышали историю. Я уверен, к Клименту многие в тот момент подошли и говорят, мужик, дай руку, респект, уважаю. Как ты так? И он рассказывал им, свидетельствовал им, я уверен. Но это уже от меня я добавляю себя. Но я к чему веду, друзья. Если изменишься ты, твое сердце сначала, то меняются обстоятельства твоей жизни. Как это происходит? Вот этот рецепт, кстати, есть в этом месте из Писания. Давайте еще раз его прочтем. Исход, 19 глава, 10-й, 13-й стихи. «И сказал Господь Моисею, пойди к народу, объяви и освети его сегодня и завтра. Пусть вымоют одежды свои, чтобы быть готовыми к третьему дню. И в третий день сойдет Господь перед глазами всего народа на гору Синай и проведи для народа черту со всех сторон. И скажи, берегитесь восходить на гору и прикасаться к подошве ее. Всякий, кто прикоснется к горе, предан будет смерти. Рука, да не прикоснется к нему, а пусть побьют его камнями или застрелит стрелой с котлету, или человек, да не останется живых. Во время протяжного трудного звука, когда облако, это его присутствие, облако, присутствие Божие, отойдет от горы, могут они взойти на гору». Вы знаете, три дня он сказал им ожидать. И первый совет, который я вам дам сегодня, друзья, если вы хотите действительно, чтобы ваша жизнь менялась, научитесь, первое, учись ожидать Бога и Его присутствия. Учись ожидать Бога и Его присутствия. Многие из нас, у нас не хватает терпения. Мы молимся, знаете, так вот начинаем молиться. Господи, Господи, я одного человека спросил, как ты молишься? Он говорит, ну, 90-й псалом читаю. Я говорю, сколько раз? Три. Я говорю, и как? И все. А как же дальше? А как же побыть с Ним вместе? Мы иногда, у нас не хватает времени, ведь мы выделяем Богу ровно столько, сколько как бы в наш сжатый плотный график у нас хватает как бы на это времени. А оно так не работает. Если ты, смотрите, он говорит, три дня. Три дня, друзья, давайте вот подумайте, три дня. Он сказал, три дня ничего не делай. Я не сильный там знатный животновод, но так как бы изучал немножко зоологию в школе, я представляю, что животина за три дня орала, ну, наверное, там нереально орала. Понимаете, что такое три дня не доить? Не кормить? Я кошку помню, два часа у нас, когда еще была кошка, помнишь, два-три часа ее не покормил. У нас такая интересная была, ты выходишь из дома, покормил ее. Через полчаса возвращаешься домой, а она орет так, как будто бы не ела целый день. У нее такая логика, понимаете, такое, гопа, у нее срабатывает инстинкт. Зашли домой, надо орать. Пусть кормят. Помнишь, да? Все время. Я вот, ты вышел, мусор вынести, возвращаешься. Мяу, мяу. Я уже думаю, я сейчас на видео запишу, тебе покажу. Я тебя кормил 10 минут назад. Что с тобой не так? Вот, вы понимаете, мы вот так, мы не хотим. Мы не хотим этого. А он говорит, учись ожидать. Три дня, он говорит, вы будете ожидать. Я уверен, на второй день некоторые люди говорили, Моисей, Моисей, чего ждем? Кого ждем? На третий день, Моисей, ну, камон, ну, третий день. Ну, хватит уже. Ну, я уверен, были такие люди, но были, я уверен, другие люди, которые действительно готовились к этому событию. Друзья, если действительно ты хочешь, чтобы твоя жизнь изменялась, приготовься к этому событию. Учись ожидать. Это первый секрет. Второй секрет, друзья, он очень тоже простой. Он записан здесь. Заметьте, Бог говорит здесь, и Он сказал им, пусть вымоют свои одежды. Пусть вымоют свои одежды. Вы знаете, прекрасно, что одежда человека говорит о нем лучше. Ну, например, как узнать шахтера? Да, если даже одежду помоете, видели у них такое вокруг глаз черненькое, да? Знаете, о чем говорю? Я как-то смотрел, есть один журналист, интересно, я люблю его, и не помню имя его, к сожалению. И он такой светленький, кучерявый. Вот, и он, я знал точно, что он работал шахтером. Знаете как? Я всегда смотрю видео и думаю, не, ну пацан рисует ресницы явно себе. Но я также знаю о том, что, знаете, у шахтеров у них такая вот черненькая вокруг глаз, если видели, посмотрите. И ты не можешь никак это вымыть, это не вымывается. Я помню, в Африке был, вот я точно знал, например, там, вот даже моя жена не знала, что я в Африке был, то знала, что я в Африке. В Африке глина красного цвета такая, яркого. И ты приезжаешь, у тебя все низ штанов красный, обувь вся до половины красная, у тебя все красное. Воротничок рубашки красный, там даже пыль красного цвета. Ты вот, ты не можешь, просто вот такой, ты красный, тебя сразу видно. И смотрите, он говорит, вымойте свои одежды. Что такое одежда? Одежда это прообраз того, как мы живем. Слушайте, нам нужно посмотреть, как мы живем. После покаяния посмотри, как ты живешь. Вообще, обрати внимание на то, как ты живешь. Знаете, некоторые люди, я иногда, вот иногда некоторые братья им говорю, послушай, ну пожалуйста, я тебя очень прошу, ну мы же не в тюрьме. Ну хорош, именно четенько все. Потому что ты с ними иногда разговариваешь, я говорю, ну такое впечатление, что вы, я все-таки добью, я думаю, что мы все-таки введем у нас тоже в репцентре уроки культуры и этики. Чтобы когда ребята выходили из репцентра, они не говорили, не, ну это, короче. Все-таки, чтобы мы другие тоже были. Это же прекрасно. Ну это же здорово. Это же круто. Посмотри на свои одежды. Посмотри. То есть, обнаружь. Вы знаете, некоторая жизнь не может измениться, потому что мы ходим в старой одежде. Мы носим ее. Мы не хотим ее отказываться. Она нам близка. Она понятна нам. Она нам понятна. Нам понятна. Мы общаемся с такими же людьми, как мы общаемся. Мы как-то с пастором Иваном говорили, помнишь, мы говорили, самая важная вещь какая? Ребята, которые прошли зависимость, поменять окружение. Изменить. А иначе ты не изменишься. Если ты не меняешь окружение, ты не можешь измениться. То есть, ты будешь всю жизнь там. Посмотри, во что ты одет. Как ты ходишь. Некоторые люди, знаете, есть некоторые люди, вот они как до покаяния жили, так и после покаяния продолжают жить. И говорят, где Бог в моей жизни? Ну, он заканчивается там, где ты одеваешь свои одежды. Это не означает, что в Царство Небесное есть дресс-код. Нет дресс-кода. Просто Бог хочет, чтобы ты понял, что ты не можешь со старым войти в новое. Третий совет, который вот я очень рекомендую вам обратить внимание. Смотрите, он здесь говорит. Пусть вымоют одежду, а перед этим написано, и освяти его сегодня и завтра. Что означает освяти? Освящение означает отделение от чего-то для чего-то. То есть, тебе необходимо буквально приготовиться. Как означает, ну и что означает приготовиться? Кто из вас когда-нибудь, я не буду говорить, женился, выходил замуж, потому что это слишком очевидно будет, в гости собираетесь иногда? Ну, вы когда собираетесь в гости, вы уж как-то погладитесь? Зачем, да? А зачем? Я смотрю на Дмитрия Васильевича, смотри, как он красиво сегодня одет. Он знал, что сегодня праздник, он оделся красиво. Друзья, когда мы идем куда-то, мы же готовимся как-то. Что такое осветить? Осветить означает отделить себя от чего-то. Для чего-то. То есть, буквально, ты не можешь, у многих людей не происходит изменения в жизни, мы не хотим отделить себя, вы понимаете? Мы не хотим, мы вот, как бы это объяснить, о господи. Мы кучкуемся, вы понимаете? Мы кучкуемся с теми людьми, которые нам ближе. Задумайтесь вообще, с кем вы дружите. Я сейчас не говорю, не надо вспоминать. Продумайте. Мы дружим с теми людьми, которые похожи на нас. Мы с ними кучкуемся, мы с ними дружим, но говорим, ну, я хочу измениться. Как? Ну, как ты можешь измениться? Ты не можешь измениться, если ты, еще раз говорю, не отделяешь себя от чего-то и не отделяешь себя для чего-то. Для чего-то. Я вам хочу сказать, друзья, осознание, что мы живем для Бога, оно приводит в мою жизнь, оно приводит в такой приятный, хороший трепет. Знаете, я тоже по-человечески иногда, ну, не всегда поступаю правильно бывает. Ну, просто по-человечески. Иногда бывает мысль какая-то, иногда бывает действие там, слово. Иногда бывают такие моменты. Каешься, все. Но я всегда задаю себе вопрос, почему я так поступил? А я вам отвечу, почему. Когда ты забываешь надолго о небе, тебя вдруг начинает удовлетворять или устраивать то, как ты живешь сегодня. Вы в курсе об этом? Попробуйте, подойдите когда-нибудь, может, кто-то из вас это пробовал. Подойдите к бомжу, который на мусорке, и скажите ему, пошли со мной, я помогу тебе изменить свою жизнь. Знаете, что вы услышите? В 99% случаев, кто знает? У меня все хорошо. И это шок. Для меня это шок. В смысле, все хорошо? Ты спишь, вот. И кушаешь ты, вот. Он говорит, дай денег, у меня все остальное, все в порядке. То есть, вы понимаете, ты не можешь его оттуда вырвать, пока не произойдет вот этот процесс, когда он отделит себя от чего-то для чего-то. Вот, кстати, кто не знает, вот что происходит в репцентре. Мы говорили как-то с пастором Иваном. Знаете, самая большая проблема зависимых людей, слушайте, они не умеют жить и радоваться без этого дела. Вот и все. Правда? Они не понимают, как жить и радоваться. То есть, а как? А как? А вот так. Вот, правильно, да. Это не только репцентр, а большинство из нас. Мы не умеем так жить. А почему? Освещение это для чего-то. То есть, пойми, что ты живешь теперь для чего-то. И последний пункт, друзья, он тоже очень понятный и простой. Осознай. Вот этот момент, кто-то подумает, возможно. Можно открыть 13 стих, пожалуйста? Я уверен, 13 стих кого-то вызвал такие неприятные переживания. 13 стих, тут, смотрите, тут написаны такие слова. Вот тут написано. Да не прикоснется к нему, а пусть побьют его камнями или застрелят. Кто-то, наверное, думает, а зачем был 13 стих? Застрелят, при чем здесь это и вообще? Послушайте, это Бог мудрый. Никогда в жизни не пренебрегайте мудростью Бога. И никогда в жизни не надо, знаете, мыслить прямолинейно. Хотите мыслить прямолинейно, пообщайтесь с женщиной и с ее намеками. Ты обиделась? Нет. Сильно? Да. Понимаете? Вот. Почему здесь написано, можно вернуть, почему здесь написано, застрелят стрелой и тогда не останется в живых? Да, послушайте, слушайте внимательно. Четвертый пункт. Осознайте, что если ваша жизнь не изменится, то что вся ваша последующая жизнь от этого зависит. Кто из вас понимает, что если твоя жизнь не изменилась, но не произошло в ней перемен, то вся твоя последующая жизнь, она тоже не изменится. Что произойдет, если алкоголик продолжает пить? Он умрет. И умрет, внимание, не потому что ему не повезло, а потому что у него цирроз. Наркоман умирает не потому что там передозировка. Нет, он шел к этому целенаправленно. Семьи распадаются не потому, что он цветы забыл купить, а потому что они к этому шли. Слушайте внимательно. Если ты не осознаешь, что вся твоя жизнь зависит от того, что изменится твоя жизнь или не изменится, вся твоя последующая жизнь от этого зависит. Если этого глубокого, глубинного осознания нет, мы будем по-прежнему вот так вот жить. Знаете, ну не все ж такие хорошие. Да и я неплохой вроде как. Здесь есть неплохие люди? Я неплохой. Я неплохой. А что, смотрите. Я и не курю, и не колюсь, и не что там еще, и жене не изменяю. Да я вообще идеальный человек, можно было бы сказать. Но это неправда. Но это неправда, друзья. Неправда по одной простой причине. Тебе нужно осознать, что ты нуждаешься в этой изменении всей своей жизни. Ты нуждаешься. И именно тогда, друзья, именно тогда произойдет самое главное в жизни. Бог никогда не медлит или забывает о своих детях, но Он ожидает, чтобы ты и твоя жизнь изменились в Его присутствии. Бог очень этого хочет. И Он хочет этого каждый день. Он хочет этого всегда. Абсолютно всегда. Поэтому, друзья, но единственное место, где это может произойти, это в Его присутствии. Мы сами себя поменять не можем. Ну, у меня не получается менять себя. Я не знаю, как измениться. Но в Его присутствии. И горы тают, как воск, и мое сердце тает, как воск. И именно там что-то меняется и что-то происходит. Давайте склоним наши головы и мы будем молиться об этом. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы сегодня благодарим Тебя, мы славим Тебя, величаем. Господь, сегодня мы слышали Твое Слово. И Твое Слово, оно живо, оно действенно. Оно острее всякого меча. Но, Господь, также это Слово, пускай оно сегодня оставит свой след в жизни и в сердце каждого из нас. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь.